Должны, но небоснословную сумму глава Минэнерго огласил результаты международного аудита исторической задолженности Молдова ГАЗ перед Газпромом. Несмотря на заявление о том, что она превышает 700 миллионов долларов, большая часть долга не подтверждена и составляет чуть более 8,5 миллионов. Газпром с такими выводами категорически не согласен. Газпром Газпромы не признают. Министр Парликов утверждает, что долг в 400 миллионов долларов все равно останется, но исполнительная власть воспользуется тем, что в процедуре проверки задолженности были допущены нарушения. Еще 400 миллионов неисполнимы, то есть не подлежащие выплате, или, проще говоря, если желаете, с истекшим сроком. Есть процедура признания долгов, то есть когда у тебя есть давний долг, который тянется много-много лет, периодически ее нужно переподтверждать. Однако сумма в 400 миллионов долларов не была переподтверждена Газпромом в необходимой процедуре. До тех пор, пока он не будет признан или отклонен Газпромом, аудиторский отчет должен быть одобрен наблюдателем Совета Молдова-Газ. Поскольку большинство членов этой структуры являются представителями российского поставщика, Голубого топлива глава Минэнерго считает, что позиция Совета предсказуема. Этот аудит является базой для нас, для Республики Молдова, правительства Молдова и граждан этой страны, чтобы мы сформулировали позицию относительно того, как должны подходить к этим долгам. Да, говоря юридическим языком, мы понимаем, что существует достаточно высокая вероятность, что выводы этого отчета не будут утверждены в наблюдательном Совете. Тему в начале сегодняшнего заседания правительства прокомментировал премьер Дарин Ричан. Молдова не намерена выплачивать несуществующие долги, соответственно, очевидно, что и граждане не должны оплачивать фактуры с включенными туда долгами. В Газпроме в ответ заявили, что отчет аудитора не проходил утверждение наблюдательным Советом Молдова-Газ, как было предусмотрено договоренностями между концерном и правительством Молдовы. Аудиторы условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке, определены молдавской стороной без согласования с Газпромом и Молдова-Газ. Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более, что она подтверждается в регулярно подписываемых Газпромом и Молдова-Газ документах и соответствующих решениях международного арбитража. Заявили в российском газовом холдинге, отметив, что намерены отстаивать свои права всеми возможными способами. Напомним, в прошлом году Газпром оценила исторические долги Молдовы без учета Приднестровского региона примерно в 709 миллионов долларов. Поскольку правительство поставило эту цифру под сомнение, для оценки деятельности Молдова-Газ с 1991 по октябрь 2021 года были наняты две аудиторские компании из Норвегии и Великобритании. Для этой цели Кабмин выделил 850 тысяч евро. Однако в связи с возникновением дополнительных расходов предполагается выделить сверху еще 250 тысяч.